Сначала вкратце о нас. Кто мы такие, откуда мы взялись и чем мы занимались, чтобы было понятно, в каком контексте я все это рассказываю. Вообще начинали в 2007 году как коллектив программистов. Я сам по образованию программист. И поэтому мы решили делать стартап. Хотели стать битриксом или чем-то в этом роде. Но инвестиции в 2010 году закончились и пошли в суровую реальность заказной разработки. Сначала влились в веб-студию в одну региональную, а потом в 2011 году увидели растущий тренд по желанию московских, в первую очередь агентств, отдавать разработку программную, которая связана с версткой в меньшей степени и в большей степени с программированием, на субподряд. Причем все запросы в основном были по битриксу. С 2011 года мы в этой теме работаем. И в 2014 создали свою компанию и расширили дополнительными компетенциями, о которых не в этом докладе. Еще коротко о нас. Нас порядка 20-25 разработчиков и примерно 2000 часов в месяц мы отгружаем нашим подрядчикам. Соответственно структура заказа, кто с нами работает, это диджитал агентство, бизнес клиенты, ну бизнес это ваши в том числе тоже клиенты, и сервисы, которые зарабатывают на том, что они работают, что они существуют, такой бизнес в онлайне. Следующий слайд можно. По типологии проектов мы специализируемся на сложных, уникальных и требующих большого количества разработки. И вот справа график, что все проекты, которые у нас есть, они обычно достаточно долго находятся в нашем производстве. Собственно весь опыт, который я сейчас буду рассказывать, он основан на том, какие мы, и он основан на опыте реализации больших и сложных систем. Прежде чем переходить к распределению ответственности между агентством и подрядчиком, хотел бы понять структуру аудитории, которая здесь есть. Можно поднять руки тех компаний, которые активно работают и активно отдают свои проекты на субподряд? Спасибо. А те компании, которые не отдают на субподряд, но хотели бы это делать? Субподрядчики, наши коллеги, которые сами берут проекты. Окей, спасибо. Поэтому информация будет полезна для всех. Ну, роли на проекте типичном, они вот здесь расписаны. Сейчас буду рассказывать о том, какие есть варианты разделения ответственности. Разделение номер один самое простое, самое понятное нам, самое приятное нам и самое эффективное, на мой взгляд, для больших сложных технологических проектов. Когда все управление проектом, все управление производством, постановка, приемка задач, когда план разработки проекта находится на стороне агентства, и они ведут всю коммуникацию, все управление проектом, а наши ребята пишут качественный код. И, собственно, мы несем ответственность только за этот пункт работы. Типичная постановка задачи для подрядчика, между агентством и подрядчиком, это задачи, поставленные на программном языке, задачи, поставленные специалистом, который сам является программистом, на другого программиста. Соответственно, здесь постановка задачи идет программная. Вы все ее видите. Модель номер два, когда темлит разработки человек, который следит за архитектурой проекта, который ставит задачи, который распределяет задачи, управляет, находится на нашей стороне, на стороне подрядчика. В этом случае ответственность на нас, как на подрядчике, лежит на реализации программного проекта в целом. И если вдруг мы выбрали неправильную архитектуру, если что-то легло под нагрузками, то это уже наша беда, а не беда агентства. Как для примера в предыдущей схеме. Собственно, типичная постановка задачи в этом случае – это постановка задачи от проекта. Это постановка задачи на техническом языке, но без углубления в программные детали. Тоже очень хорошая, интересная модель. Она применяется у нас на значительном числе проектов. Это подходит для, скажем так, меньших проектов по объему, нежели модель номер один, когда с нашей стороны идут только программисты-разработчики. Модель номер три – это модель, когда на стороне агентства идет только аккаунт. Это человек, который общается с клиентом, а все остальное – управление проектом, распределение задач, как это лучше сделать. Это все находится уже на нашей стороне. То есть проект находится на нашей стороне и частично даже бывает общается с клиентом. В этом случае на компании подрядчики лежит гораздо больше ответственности. Всем понятно, что если что-то в проекте не работает, неважно в каком качестве, что-то где-то отвалилось, тестирование недоорганизовано, то это все уже, соответственно, наша проблема. А не проблема той студии, которая заказывает у нас подряд. Собственно, типичная постановка задачи – это клиент хочет реализовать, давайте вместе выработаем план, как мы это все будем делать и донесем это до клиента. Есть и такой подход. Это когда агентство сгружает все это дело на нас. Такие случаи тоже были, можно не улыбаться. В этом случае обычно все заканчивается тем, что клиент понимает, что надо работать только с нами. Бывали такие умышленные студии, умышленные примеры стороны агентства, когда хотели избавиться от нелюбимого и неприятного клиента, а у нас вроде как бы получалось с ним работать. Вредные советы для студии, для того, чтобы проект превратился в то волшебное дерево, которое все знают и все видели. Когда получилось не то, что хотели, и сдали, и перекрестились. Это в основном проблемы в коммуникациях, в основном проблемы в отсутствии звеньев, вот той цепочки, которая была изначально. То есть есть аккаунт, есть проект, нет темлида, все сгружают на программиста. Естественно, там возникают проблемы с отсутствием темлида. Я думаю, вы все это знаете. Какие они могут быть? Когда отсутствует проект, есть только аккаунт, который думает, что он проект, и старается на субподрядчика завязывать, старается завязывать, что они сами поставят задачи, они сами распределят, что, когда, где надо делать, в каких приоритетах. Обычно это тоже ничем хорошим не заканчивается, потому что требования начинают меняться по ходу, и вот это вот дерево с качелью на подпорках, оно получается из проекта. Ну или модель такая, что отдали, в том числе и аккаунтинг, думает, что подрядчик сам во всем разберется, а мы только снимем сливки и маржу. Обычно тоже это ничем хорошим не заканчивается. Клиент уходит к субподрядчику полностью. Дальше. Дальше я бы хотел поговорить о моделях с оценкой и без оценки по работе с подрядчиком. То есть все знают, что такое таймед материал, это когда программиста вы берете, работаете с ним, оплатите за фактически затраченное время его работы, то есть вы платите за процесс. Второй подход – работа по предоценке, когда вы требуете оценку и платите за нее. Каждый из этих подходов таит в себе плюсы и минусы, и не для каждого проекта применим первый подход, и не для каждого проекта применим второй подход. Для каждого проекта своя модель является более эффективной. Сначала поговорим про таймед материал, когда эффективен и когда комфортно с ним работать. Во-первых, это вот эти две модели из тех, которые я перечислял в предыдущей секции своего доклада, когда разработчик работает один со стороны подрядчика, и когда разработчик работает с тем лидом. Когда работают с проектником, тут сложновато, и тут возникает очень много конфликтных вопросов. Ну и подрядчик и субподрядчик должны находиться в определенном уровне отношений, когда они, во-первых, друг другу доверяют, когда специалист разговаривает на одном языке, когда не получается, что специалист на стороне агентства является менее квалифицированным, он не может сформулировать нормальные требования, и когда агентство хочет управляемый процесс и хочет само управлять рисками и всем остальным на проекте. Ну и есть задачи анализа оптимизации, когда мы делаем рефакторинг, например, то эти задачи тоже хорошо делать по модели таймед материал. В этом случае затраты клиента идут, затраты агентства, они идут по фактически затраченному времени. Что происходит, когда мы работаем по предоценке? Мы требуем оценку каждой задачи. Да, возможно, это, на первый взгляд, кажется более удобной, более приятной схемой для агентства, когда агентство снижает само себе риски. Но надо давать себе отчет о том, что подрядчик тоже это понимает, и поэтому закладывает эти свои риски в стоимость, в оценку. Соответственно, если у нас отдается по модели, когда проектник находится на стороне субподрядчика, или же модель, когда темлит, то при этих моделях это хорошо работает. Такой подход приемлем при старте работ, когда нет еще нормальных отношений, когда все не доверяют друг другу, когда подрядчик еще кажется каким-то мутноватым, и непонятно, справится ли он вообще с этой задачей, и надо посмотреть, какая в этом случае оценка. Дальше. Такой подход очень хорошо приемлем, если квалификация подрядчиков сильно выше, чем квалификация менеджера со стороны агентства, которая работает с этим подрядчиком. В этом случае он не может сам спрогнозировать эти риски и прогнозирует их за счет грамотного подрядчика. Дальше. Такой подход хорошо приемлем, если часть проекта или весь проект разрабатывается с нуля. В этом случае подрядчик может грамотно оценить свою разработку и не перезакладываться на рисках. Когда же большое количество кода в проекте уже написано, когда там черт ногу сломит, и когда требуют оценить реализацию какой-то фичи, то, например, мы говорим сразу, что вот мы тут закладываем, конечно, 120 часов, но это может быть и 400. Мы с трудом можем подписаться на 120, но зато, скорее всего, за 400 мы точно сделаем. Потому что большое количество связей, обычно недокументированных, оно приводит к тому, что мы вынуждены перезакладываться в этом случае. Ну и, естественно, когда подрядчик давно на проекте, он знает проект как свои пять пальцев, он тоже может адекватно оценить, он тоже не будет перезакладываться, и этот подход тоже приемлем. Вредные советы по организации вот этих двух моделей. Во-первых, когда работаем по предоценке, жестко требуйте с подрядчика под дулом пистолета оценку и не давайте ему задачи, пока эта оценка не будет вписываться в ваши хотелки. Если, не дай бог, что-то случилось, если, не дай бог, обнаружились дополнительные связи, ни в коем случае не увеличивайте бюджет на эту разработку и вообще не вставайте со стороны подрядчика. Зачем это надо? Он оценил, он подписался. Теперь пусть в рабстве, пока не закроют эту задачу. Дальше. Торгуйтесь за оценки, это все понятно. Дальше. Есть такие волшебные истории, когда договариваемся по ТМ, все хорошо, начинаем работать. Работаем успешно, проект делается, потом в конце месяца выкатываем счет за работой и тут начинаются танцы, потому что отчета мы так не рассчитывали, отчета у нас денег не хватает. Давайте-ка мы сейчас выясним, что вот эти часы вам надо срезать, но тоже ничем хорошим не получается, проект тоже превращается вот в это дерево. Ну и когда тоже, ну это больше и клиентской тоже части относится, когда мы поставили задачу, отдали ее в оценку, а потом начинаем туда дополнительные требования накручивать, а вот тут еще новые вводные пошли, а пожалуйста, вот здесь вот еще, еще, еще сделайте. Но это же все реализация рассылки, вы же ее оценили в 25 часов. Ну давайте-ка вы нам эту рассылку сделаете, чтобы она еще и космический корабль сама запускала и оттуда рассылала. Дальше. Дальше бы хотелось поговорить о том, что отношения между подрядчиком и субподрядчиком – это хорошие, большие, долгие отношения, и почему они очень хороши. Вообще для студии, для агентства прогнозируемые продакшены – это всегда очень хорошо, это всегда очень понятно, и это всегда очень хорошо позволяет подписываться на проекты, которые вы точно знаете, что вот там вот на стороне субподрядчика они точно это сделают. Дальше. Менеджеры и специалисты стороны субподрядчика прекрасно понимают друг друга, они понимают свои сильные и слабые стороны, как надо правильно ставить задачи, как надо правильно их принимать, как надо правильно их оценивать. И менеджер иногда даже уже на сработанных командах уже сам может сделать оценку и прекрасно представлять, что, скорее всего, оценка стороны субподрядчика будет примерно такой же. Понятно прогнозируемость качества и объемов, и де-факто это то, что хотят многие агентства, это региональный продакшен с масштабируемыми мощностями. Это то, что пытаются сделать сами, но вот мы даем такую опцию, даем возможность использовать нас как свой продакшен, если мы работаем на длинную. Идем дальше. Вот этот слайд мне очень нравится, его можно было отправлять в «Давай поженимся» или еще в какие-нибудь такие программы. Это секреты, как построить длинные счастливые отношения. Они могут относиться не только к разработке, а вообще, в принципе, к житейским ценностям. Если подрядчик и субподрядчик друг друга уважают, если никто не стремится никого прогнуть, если все общаются как люди, то это залог, на мой взгляд, я, может, такой человек, конечно, счастливых отношений. Когда можно ограниться быстрыми отношениями? Это небольшие советы для агентств. Я не знаю, мы так особо не работали, но я попытался подумать. Мы все-таки настраиваемся всегда на длинную. Это все-таки, когда у вас очень простые проекты и достаточно большое количество подрядчиков может их сделать. У вас проекты достаточно короткие, поэтому не нужно строить отношения именно с проектом на длинную. Когда спрос на то, чтобы с вами работать, сильно превышает то, что вы можете отдать. Ну и понятно, что кошмарить подрядчика можно в том случае, если понятно, что вы с ним не сработаете по каким-то причинам. Дальше. Опять вредные советы. Опять как сделать так, чтобы ваш проект превратился в качель, который висит сбоку. Отличный способ испортить отношения с подрядчиком – это задерживать ему выплаты, потому что там клиент не заплатил. Подрядчик будет искать других. Отличная возможность испортить отношения, менять договоренности, когда вы уже отплыли. Отличная возможность пытаться переложить риски. Я что-то недосогласовал, мои менеджерские прососы, чтобы меня не лишили премии, зарплаты и всего остального. Я сейчас буду говорить, что этот подрядчик плохой, он наделал мне багов, поэтому клиент у меня эту работу не принимает. Надо понимать, что это всегда работа с двух сторон. И каждый должен понимать ту зону ответственности, о которой я рассказывал в самом начале. И плохой менеджер – это тот менеджер, который фарвардит вопрос от клиента, даже не думая. Просто тут что-то спросили, ребята, вы ответьте, а я переправлю. Это плохая модель, это отличный вариант испортить отношения. Ну и для руководителей студии и вредный совет – это замотивировать специалиста, чтобы было выгодно кошмарить подрядчиков. Он не заинтересован в длинных отношениях, ему проект надо сделать. В этом случае он будет выжимать и делать себе рентабельность. И зачастую за счет подрядчика, зачастую нам приходится с кровью, со слезами отбивать эти часы. И обычно ничем хорошим это тоже не заканчивается. Такой вот легкий бонус, идеальное контактное лицо для подрядчика со стороны агентства. Конечно, это, возможно, не идеальный менеджер со стороны агентства, но это идеальный человек, с которым нам, как с подрядчиком, приятно работать. Он адекватен, он коммуникабелен по делу, он не задает лишних вопросов, он тоже замотивирован на финализацию задач. И самое главное, он не замотивирован, чтобы прожимать подрядчика и делать себе бонусы за счет подрядчика. Когда я готовил этот доклад, я хотел рассказать еще о том, как влияет кризисное время, о котором здесь на этой конференции все говорят, на рынок субподряда и как он меняется. Перед Новым годом я начал собирать отзывы от тех людей, с которыми мы работаем, что ребята, давайте улучшать качество, давайте понижать ставки, потому что с продажами становится туго, давайте отсрачивать оплаты. Да, это все есть. Да, все ужимаются, да, все пытаются это делать и пытаются повлиять на подрядчика. Но в то же время такая тенденция, что вот с начала января, вот буквально 2-3 недели, это идет какой-то вал обращений с желанием разработки, причем как бы с адекватными требованиями. И это я как бы общаясь с этими потенциальными нашими клиентами, я замечаю, что компании сокращают свой производственный штат и стремятся к разработке в регионы. И, собственно, у нас появляется большое количество новых клиентов, а старые любимые, с кем мы выстроили длинные и хорошие отношения, стремятся к увеличению объемов. Все, спасибо. Я вот старался систематизировать наш опыт и жду вашего вопроса. Ценовая политика, но как на любом рынке она определяется вопросом спроса и предложения. Понятно, что вот те модели, которые я описывал, если там идет один разработчик, то понятно, он стоит дешевле, чем разработчик вместе с тем лидом. У него ставка за час, она просто меньше. Ценовая политика дальше наша, как еще определяется? Понятно, если идет с проектником, это опять же дороже. Если же проект, от проекта еще зависит. Если проект простой, то понятно, что мы конкурируем здесь на рынке с большим количеством фрилансеров и студий, которые могут делать простые проекты. В этом случае тоже ценник ниже. Понятно, на большие сложные проекты, которые работаются на длинную, где требуется действительно квалификация очень серьезных специалистов в плане разработки, то там ценник выше. Наша стоимость, у нас сейчас продаются наши проекты от 800 до 1300 рублей в час. Есть еще вопросы? Я знаю подрядчиков, которые работают по 600. У них, соответственно, там. Добрый день, Сергей. У вас в структуре вашего портфеля часть проектов, которые вы делаете напрямую с клиентом, а часть, которые делаете по субподряду. Какая разница в цене, как вы оцениваете одну и ту же работу, которую вы отдаете агентству, либо делаете напрямую с клиентом? Да, если мы работаем по одной и той же модели, то есть с проектником, допустим, то у нас цена абсолютно одинаковая. Обычно клиент в этом случае заказывает у нас только программную разработку. Этот клиент уже достаточно прокачан и где-то заказывает дизайн, где-то заказывает верстку и обращается к нам только за реализацией. Для нас это ничем не отличается от субподрядной студии. С точки зрения организации процессов, с точки зрения построения производства, с точки зрения работы и цены. То есть, другими словами, вы не прогибаетесь под условия агентства? Еще раз. Но агентство, как правило, спускает более низкую стоимость по субподряду, субподрядчику. Если вы напрямую отгружаете клиенту, как правило, цена выше. Если у вас по рынку одна и та же один труд. Мы переходим, у нас клиентов становится больше с каждым годом. Отвечаю на ваш вопрос. То есть у вас портфель меняется, правильно? Он меняется, он растет в сторону увеличения клиентского. На прямой, да? Да, да. В то же время мы не отказываемся от субподрядной темы, понимая, что это стабильность длинная и так далее. А ваши разработчики где сидят, в каком регионе? Яновск. Команду разработчиков могут показать клиенту? Ну, опять же, смотрим на адекватность, зачем это надо. Ради бога, приезжайте, у нас дверь открыта, офис. В Москву привезти? А мы что, будем скрывать, что мы находимся в регионе или как? Или наоборот позиционировать это как плюс? Людей хочет посмотреть клиенту студии, которая заказывает у нас субподряд. Или клиент заказывает, которая у нас напрямую. Студию? Ну, это же обман. Это как бы вопрос-то не к нам. Ну, у нас не было таких желаний, хотя разработка там. У нас… Да можно, можно, конечно, конечно. Приезжайте, ради бога. Вопрос такой. Если вы работаете по схеме, когда проект-менеджер находится у агентства, как это сильно меняет цену? Ну, в процентном соотношении. 20%. 15? 20. 20. Тут опять же мы считаем по уровню, скажем так, трудоемкости работы, которую спускают на нас. Мы как бы договариваемся изначально на один ценник, потом смотрим, что работа идет, скажем так, несколько больше, чем мы рассчитывали изначально. Мы об этом прямо говорим. У нас прозрачная ценовая политика, и мы говорим о том, что смотрите, мы закладывали там, допустим, 40 часов в месяц работы менеджера, работы проектника. Мы понимаем, что на вашем проекте ее несколько больше. Давайте это пересматривать, давайте об этом общаться. Спасибо. Благодарю. Вопрос такой. Допустим, вы оценили в 40 часов. Представим, что сейчас мы знаем всю ситуацию, и на самом деле менеджер работает неэффективно. Программист работает неэффективно. Наш программист. Да, да, да. И вы говорите, что вот мы не успеваем, нам нужно 50-60 часов. Но по факту это потому, что программист некомпетентен. Потому что мы виноваты, да? Нет, просто у вас программист некомпетентен. Нет, я не буду рассматривать частности. У субпотрядчика некомпетентный программист, но он не выполняет в срок. То есть мы говорили 40 часов, да? Но это не потому, что больше работы, а потому что просто программист… Потому что он просто ниже квалификации, чем та задача, которую оценили и более квалифицированный программист в 40 часов. Но это наша беда. Мы как бы не отказываемся от этой ответственности. У нас 30 человек, у нас есть совершенно разные компетенции. Мы можем подключить, когда понимаем, что мы опаздываем от графика, мы подключаем в помощь просто более квалифицированного специалиста. Второго, третьего и так далее. Нет, нет, у меня основной вопрос был в том, что вы говорите, что тогда мы обговариваем новые условия. Я вот и говорю, как вот в такой ситуации, то есть у меня уже были… Ну, допустим, у нас есть клиенты, да? Если мы говорим, что мы сделаем это за 5 часов, да, к примеру, и у меня программисты, то есть наши, я понимаю, что они там 7 часов. Но я понимаю, что это просто он, ну, как бы, где-то задержался, где-то отвлекся. То есть мы сидим и не увеличиваем стоимость заказчику. Вот у вас как? Ну, если не было новых вводных, если задача была четко поставлена, она четко сделана, она сделана не за 5 часов, а за 10, то это проблема подрядчика, это наши издержки, это наши риски. Естественно, мы как бы никакие подобные издержки клиенту не выставляем. Это нормально, это как бы залог эффективной работы нормальных отношений. Можно вопрос, да? В каком трекере задач вы работаете? Работаете ли вы в нашем трекере задач? Обычно, да, обычно в вашем. В нашем. Потому что мы вклиниваемся в ваш процесс, а не вы в наш. Поэтому у нас, допустим, 7 клиентов из 7, у нас там 4 разных трекера, и это нормально. А контакт идет напрямую с разработчиком? То есть он сидит в нашем трекере и отслеживает там все задачи? Или есть какой-то менеджер у него свой? Смотря какой подход. Если темлит у нас. Если темлит у вас, да, разработчик сидит в вашем трекере, понятно, с нашей стороны есть контроль и слежение за тем, чтобы все было хорошо. Понятно, спасибо. Добрый день. У меня взгляд со стороны московской студии, как у людей, которые отдают на суп подряд. Вопрос, собственно, в том, когда идет оплата без предооценки, то есть по фактически затраченным часам. В чем мотивация вас как директора, программиста, как исполнителя и так далее? Работать эффективно. То есть, окей, доверие, как бы, да, это все хорошие слова, я понимаю, но, в общем, мне кажется, велик соблазн открыть контакт. Вы нас проверьте сначала по такой оценке, а потом будем с вами ПТМ работать. Я просто знаю, в зале есть люди, которые с нами работают по ПТМ, вопросов не возникает. Понимаете, в конце месяца всегда идет отчет по затраченным часам. В конце месяца мы всегда это можем обсудить и проговорить каждый пункт, который реально был в течение месяца. Мы можем это обсудить, можем это проговорить. Если вы, как студия, видите в том, что мы, в кавычках, просиживаем штаны и выставляем вам эти, вы можете прямо об этом сказать. Мы поговорим, решим, действительно ли это так. Если это действительно так, вы всегда вправе от нас отказаться. Вы можете посчитать, что мы просиживаем штаны. Вот и все. А ваша внутренняя, внутри команда, есть какая-то мотивация, система, которая заставляет… Сколько у вас есть? Есть контроль и надсмотр. У нас есть специально обученные люди, которые замотивированы на то, чтобы все было хорошо вот именно в этом контексте. В том числе и чтобы у агентства не было к нам вопросов. У него такие KPI, и он за это отвечает. Понятно. Спасибо. Я так понимаю, все. Вопросов больше нет? А хотели с кем поговорить? Вот я здесь стою. Разговаривайте. Подходите, поговорим. Конечно. Коллеги, всем спасибо. Надеюсь, информация была для вас полезной. Если какие-то тонкости интересуют, например, подходил сегодня человек, спрашивал, где мы берем разработчиков, как мы их выращиваем, готов пообщаться за чашкой чая. Пожалуйста, я здесь до конца дня. Спасибо. Спасибо.